Лесные пожары продолжают пожирать юг Нижегородской области. Сегодня было принято решение о введении межрегионального режима чрезвычайной ситуации в Нижегородской области и Республике Мордовия. В нашем регионе открытым огнем горит территория Первомайского района. Всего 2 гектара. Спасатели дежурят там круглосуточно. Но огонь неумолим. Жители всеми силами пытаются помочь сотрудникам МЧС. Собирают помощь, еду и воду и отправляют на передовую. Хотя сами и переживают, что огонь идет в их сторону. Даже из окон наблюдают, как горит лес. Огонь у нас, как видите, 2 километра от города подошел. Очень страшно, дым. Жители все очень переживают. И силами города собрали машину продуктов, подержать огнеборцы. Во-первых, вода. Это обязательно. Потому что без воды в такую жару, извините, никак нельзя. Квас, колбаса, хлебобулочные изделия, сыр. Арбуз вот привезли. 5 арбуз. Надеюсь, они будут рады. Эти продукты за двое суток мы собрали. Здесь на 20 тысяч рублей. Спасибо нашим горожанам. Кто как может передает что-то там, какие-то обеды собирает, тоже так же возят. То есть я не единственный человек, который сюда приезжает. В общем, помогаем, чем можем. Спасибо за поддержку, как бы, все, что помогает. Вот продукты все есть, как бы. Кружим спасибо. Пожары такое дело, все должны быть, в общем. Людям забывают. Мы просто добровольцы. Вот человек возит уже, какой день здесь стоит, вот на машине, тоже добровольно приезжает, помогает. Много продуктов привозят. И собственные соленья, и салосы, и колбасу, то есть и воду. То есть вот то, что самое необходимое, постоянно подвозится. Вот эта помощь, которая оказывается как со стороны Сарова, так и со стороны Первомайска, она очень большая, и она очень людям помогает. Горячие, чай. Что просят? Сигареты, воду, все-все, что просят? Конечно, да. Благодарные. Прям спасибо, спасибо. Выкормили нас, говорят. Обстановка полностью проконтрольная областному штабу, совместный правительство Нижегородской области и МЧС на Нижегородской области ситуацию контролирует. Максимально делаем все возможное, чтобы не допустить захода пожара не только на территорию города Саров, но и в пределах Первомайского района. Откликаются, приходят и добровольцы, и люди, которые действительно становятся рядышком вместе с нами. Многие привозят то, что считают нужным, прямо на боевые участки. Ну, не в огонь, конечно, вблизи, там, где люди действительно там могут быть часами не выходят из района, занимаются, понимают, что тут обед, завтрак, ужин, он становится вторичным. Все жители откликнулись области, особенно ближайших районов, поэтому за это отдельное всем спасибо.